Очень забавно наблюдать, как Россия в бессильной ярости пытается нажать на все кнопки пропаганды, чтобы как-то обезличить или покритиковать безвизовый режим Украины с Европой. Трудно не заметить, как на всех пропутинских и пропагандистских каналах типа Russia Today, Украина.ру, Вести и прочее запестрили сообщения о том, что якобы Европе очень угрожает эпидемия туберкулеза, которую приносят жители Украины. Звучит это так, например, Роспотребнадзор предупреждает россиян, на Украине распространяется туберкулез, Украина стала в Европе рассадником туберкулеза и так далее и тому подобное. И это несмотря на то, что по официальным данным заболевших мультитрезистентным туберкулезом в России 13% от общего населения, а в Украине 4,3%. По данным самого же Роспотребнадзора, в 2015 году в России было зарегистрировано 77 тысяч новых случаев заболевания туберкулезом, в 2014 году еще 78 тысяч. Самая высокая заболеваемость на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Вот официальная карта ВОЗ по числу заболевших туберкулезом в мире. Понятное дело, темно-коричневые – это самая страшная ситуация. Бордовый – там, где очень много случаев от 100 до 300. Ну и розовые – страны, где фактически нет случаев заболеваемости туберкулезом, либо он очень маленький – от 1 до 24. Как мы видим, вся Северная Америка свободна от туберкулеза. В то же время, как вся территория России, а также Монголия, Индия и все остальные, имеют очень большое количество заболевших этим страшным заболеванием. Ужас заключается в том, что в России не принято об этом говорить. Считается, что это заболевание асоциальных слоев, наркоманов, больных с ПИДом, бездомных, алкоголиков и прочих. На самом же деле и люди из абсолютно благополучных семей и условий тоже болеют той или иной формой, иногда закрытой формой туберкулеза в России. Вообще, сами российские врачи говорят, что инфицированы туберкулезом в России, просто страшно озвучить, ну правда, 100% населения. Но человек заболевает только если бактерия переходит в активную стадию. Это может произойти, когда резко падает иммунитет. Пока иммунная система в порядке, человек, даже будучи носителем бактерии, здоров и не способен заразить окружающих. А иммунитет может упасть по самым разным причинам. От сильного стресса, развода, переезда, денежных проблем, ипотеки, увольнения с работы и прочего, того, чего сейчас в России хватает у всех и у каждого. Из-за диет, неправильного питания, хронического недосыпания, отсутствия нормального отдыха, употребления алкоголя. Все то, что сейчас в России, наблюдается в полном объеме. В Европе эта болезнь считается экзотической. В основном ее фиксируют у мигрантов, прибывших из малоразвитых стран. Несмотря на то, что в самой России проблема только усугубляется, за последние годы они буквально воем воют, переживают за Европу. В Италии 15 человек проверяют на наличие тяжелой формы туберкулеза, сообщают нам российские СМИ. По данным СМИ, в июле 2016 года ООН признал Россию эпицентром мировой эпидемии ВИЧ. А как известно, среди ВИЧ-инфицированных 95% болеют туберкулезом, потому что иммунитет резко падает. И соответственно, если он житель России, то это практически одновременно обозначает, что у него активируется туберкулезная палочка. Существует статистика Всемирной Организации Здравоохранения, которую можно найти на их официальном сайте. И вот такие цифры. В Германии на 100 тысяч населения приходится 0,29 человека, во Франции 0,63 человека на 100 тысяч, в Италии 0,2 человека на 100 тысяч населения. Это вот в этой самой стране, где каждый день через остров Лапитузу приезжают сотни, сотни африканцев и людей из стран, где вообще такое понятие, как анти-туберкулезная вакцина, не существует. Так вот в Италии с забитой мигрантами всего 0,2 человека. В Гондурасе 1,4 на 100 тысяч, в Афганистане 9,2, в Камбодже 8,3, в Намибии 45 человек на 100 тысяч и в замечательной России, которая так переживает по поводу Европы, 42 человека на 100 тысяч населения. Повторяю, по официальным данным Всемирной Организации Здравоохранения. Другими словами, в России ситуация чуть-чуть лучше, чем в Намибии, но приблизительно в 40 раз хуже, чем в Германии, Италии и Франции. Больных, кстати, такой формы туберкулеза невозможно вылечить обычными препаратами, и они годами представляют опасность для окружающих. Так что, где эпидемия может перерасти в реальную опасность, это еще вопрос. Кстати, я делал ролик о том же, когда Россия очень сильно истерила по поводу гепатита А в Европе. Та же самая картина. Теперь вот переключились на туберкулез. Но не знают они, как запугать людей тем, дескать, не принимайте украинцев к себе, не дай бог просочится среди них какой-то русский и заразит вас туберкулезом. Субтитры создавал DimaTorzok